всем здравствуйте здравствуйте это карелия с вами надежда сейчас я немножко покажу как я делала клумбу с новыми розами здесь несколько роз было уже росло и я в основном ее переделывала что посадила к розам к этим розам так как я мне не нравится просто одни розы и я не люблю голую землю поэтому 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 я насадила компаньонов компаньонов к розам что я посадила и как это будет выглядеть ну вот здесь вот у меня роза канадская она как бы поднята поднята немножечко на ножки дальше вот по около розы у меня здесь подсажены розы это как бы из новинок высокие crown princess margaret lavender леси улья уильям морис дальше сюда ближе подсажена там джульетта spirit of freedom еще какие-то розы у меня здесь на подсадках ну их достаточно много этих роз я уже не буду что мне показывать как бы вот такие вот маленькие черешочки торчат просто я скажу как я сажала так как очень много в интернете как посадить я скажу как сажала я что положила в ямку значит я положила в яму компост и немножко сапропеля и закопала их вот где-то на 35 сантиметров корневую шейку и в общем то все так что я подсадила к этим розам значит злаки это асока пальма листная и с другой стороны вот там вот есть тоже асока пальма листная там вот близко щучка дальше что это вот у меня здесь будет так скобиозы несколько штук вот тут раз-два где-то вот вот там вот вот там вот третья потом третья скобиозы скобиозы у меня высокие такие на длинных ножках она будет не сиреневые таки лиловые она будет повторять вот вербену банарского это какой-то перед переклик такой будет между ними если весенний будут примерно в одно время вербена банарская на цветет все время все лето так дальше что будет весенний цветущие здесь у меня посажены немножко тюльпанов каких-то луков и в общем то все насчет весенних цветочков дальше мне подхватят эстафету вот в в июне зацветет голубой мак и вот туда подальше я посадила хохлатку корневищную тоже голубую и пинстимон овальный я потом подойду пинстимон овальный так это будет июнь но здесь же уже будет расти у меня где-то 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 у меня есть шалфей но хотя я не знаю переживут они зиму или нет я их обрезала у меня здесь два шалфея так потом кровохлебку посадила она где-то в июле зацветает летние летние цветения еще будет вот я подсадила какое-то количество так как его называют мальва мускатная белая тоже несколько растений вот там она тут она вот тут она так это мальва мускатная летние цветение вот там вот под розы и там бедренец он похоже чем-то на знаете на что на укроп только такие розовые там метелки дальше что у нас будет свести дальше я подсадила вот достаточно много вот по краю по краю будет герань пепельная балерина по всему краю я там подсадила герань пепельную так что у меня еще здесь есть что еще и ну вот там вот у меня особо какая-то будет тоже расти так вербену если она мне не переживет я буду садить семенами так вот здесь вот видите у меня молодые посадки это гортензия древовидная и здесь вот гортензия черешковая но это там пол час я отойду немножко потому что с одной стороны вот как-то так вот там говорю будут высокие около канадской розы все розы будут высокие потом идет ярус ниже тут совсем такие небольшие растения ну что мне тут еще посажен видите по всему периметру будет вот такая вот геранька около дорожки здесь вот тут неудила конечно сидит вероника я пересажу куда не другое место вот где-то так ну и вот они будут подхватывать цветение чтобы цветник не казался голым так сказать они будут постоянно друг друга поддерживать сейчас конечно это все выглядит не презентабельно все недавно пересадила здесь вот у меня еще растет пион тонколистный посмотрим буду убирать или нет еще один пион так что еще у нас тут я еще немножечко подсадила вот сюда вот сюда вот эти вот филингсы флокс и филингсы они достаточно долго цветут достаточно долго цветут и очень хорошо будут сочетаться например вот вот те филингсы да такие бордовые они будут сочетаться с кровохлебкой это тоже будет хорошо в общем я пыталась сделать чтобы какие-то были сочетания вот это вот пинстимон овальный синеньким подсвисте это щучка это щучка щучка держит вот она пока тут у меня одна так вот здесь вот по краю у меня будет василисник вот здесь вот колокольчик такой тоже молочноцветковый синенький но это василисник это водосбористый он цветет тоже достаточно рано где-то начало июня вот где-то вот так вот но как говорится хочется чтобы было красиво но как говорится человек предполагает а господь располагает куртины разрастутся этой герани достаточно хорошо да все разрастется и я надеюсь что будет вот их и на c еще закажу мне нравятся и не закажу или посажу это позднее цветущие будут растения новые девчонки где-то так примерно рассказала какая у меня будет розовая клумба это уже на сегодня 30 сентября пока у нас не очень-то холодно не очень-то холодно но температура отпускается уже до нуля ночью новые девчонки на этом все пока пока и до новых встреч пока пока